Назревает очень серьезная штука, очень серьезная. Я так думаю, там миллиардом пахнет. Ничего себе. Да, потому что вот я с прокурором разговаривал сейчас, вот поэтому говорит, ну, перерук сейчас составляют примерно на 100 миллионов рублей. Вот только по одному, 14-му выделу, по кварталу 123. Понятно. Может быть, найдут виноватых, найдут виновных? Ну, виноватых здесь, я так думаю, что вот этот самый Таштеплец, он же грамотный человек, с каждым годом на два раза увеличивает госзаказ, сам не рубит. Втягивает в это дело предпринимателей, а у тебя глаза квадратные, как Ленин учил, говорит, нет такого преступления, на которое 300 процентов. А тут не 300, это много. Ну, а ребята без тормоза, деньги увидели. Ну, что такое, если Ильясова срубила лес сама, потом устроила в этот Таштеплец вальщика на месяц, кто-то был там, побыл устроенным. И Ильясова этот лес же, а сами они оприходовали этот лес, который их рубчик вырубил, Ильясова, получается схема классическая. То есть Ильясова несет заявление от своего вальщика, Таштеплец. Он его принимает на работу временно, не видя его в глаза. На месяц, на 20 дней, к примеру, да? Все, что свалило Ильясова, отчитывается Таштеплец и получают госзаказовские деньги. Потом этот лес, он должен оприходовать к себе, и он свалил, получается. Он же, получается, временно принял вальщика, вальщик свалил, значит, лес он должен оприходовать к себе. Он его оприходовал и сразу же продал его Ильясовой по 300 рублей за кубометр. Это нам все рассказал лесничий Иван Михайлович. А фамилия как? А, Ильясович Сесуев, Сесуев, Ваня. Он такой простоватый парень маленько. Он даже не допонимает, что он контролер, и вся ответственность, что творится в лесу, это ответственность на нем. Он этого не понимает маленько. Ну, он, в принципе, на него замахнулся, министр перепугали, как, принял, признал приказ все перепроверить, со всей силы и так далее. Вот они в прошлый раз ездили, проверили там, где должна расти кедра. Там растет только пихта белокорая, так я понял, да? Ну, получается так, что та прибыль, которая должна была остаться в Таштеплехе на балансе, они вместе с лесом продали, эту прибыль вместе с лесом продали предпринимателям по 300 рублей за бесплатно. Да, действительно. И получается, что Таштеплехе бедствует, зарплата маленькая, минималку платит. А предприниматели, которые вокруг, они получают, реализуют вот этот лес и получают сверхприбыль. Ну, казалось бы, и ладно было бы. Ну, а почему так делает Таштеплехе? Потому что, если бы он взял эту прибыль, этот лес на баланс себе и переработал, то надо было бы с этой прибылью что-то делать, заниматься, расширять производство, брать новую технику, увеличивать зарплату, стимулировать и так далее. И в карман из баланса эти деньги не возьмешь. А когда ты эту прибыль отдал предпринимателям, они реализовали кедр по цене, по какой считают нужным, ну и отмыли, будем говорить, эту прибыль. А как-то мы не пилили, не пилили дальше, то они, пускай, фискальные органы занимаются. То есть, вот, получается, два момента. Да, схема элементарная. Он взял на себя функцию государства. Этому дам, этому не дам. Кому хотел, тому и дал. Кому доверяет, кому верит, тому и дал кедр, вот этот, лаковый кусочек. А этот лаковый кусочек, чтобы забрать, они взяли, сделали липовое лесопатологическое заключение на договорной основе. Вот она схема. Взяли, выбрали хорошее место с хорошей дорогой, с хорошим подъездом. Сделали липовое лесопатологическое заключение. Значит, отсчитались, что сами свалили этот лес. Получили маленькую-маленькую прибыль, минимальную. Производство не развивают, прибыли нету. Людей обижают на минималке, держат. А в то же время отмыли, строят дома, строят пилорамы, строят магазины каменные, кирпичные в Таштыпе. Ну, люди-то смотрят, ну что, жена едет на машине, три с лишним миллиона. У самого там четыре миллиона. Ну, что за дела? То есть, вот это все люди шепчутся и говорят, а вы и депутаты, такие же жулики, как и все они, и так далее. Ну, коже нас избрали депутатами, ну мы маленькими голосами пошевелили. Вот и получается, вот такое дело. Ну, я, может, вам схему говорю, это не говорю, что именно все так.